Формадол. Таблетки от головного боли. Но это легендарное место Верховыни. Да, более 30 лет назад в советские времена он бы не вызывал удивления. Но сейчас это единственный ретро-киоск в своем роде. Но и это в нем не самое удивительное. Доброго дня! Доброго дня! Как вас зовут? Иван Васильевич. Иван Васильевич. Меняют профессию. Но у вас на самом деле здесь все, как в этих известных советских фильмах. Действительно, это уникальное место, где сохранился автомат с газировкой. Нам два стакана. Два стаканчика берете? А почем один стаканчик? По пять. Четыре кофе-ки было раньше. Видите, в чем разница? Сегодня уже дают в пластиковых стаканах, в бумажных, точнее, одноразовых стаканах. Раньше были такие граненые, которые можно было помыть прямо на месте. Я приеду до карантена, тут уже две стаканы с кови. В советские времена газировка была чуть ли не самым популярным народным напитком. И пили все, в буквальном смысле, из одного стакана. Стеклянного. В любом автомате его можно было просто сполоснуть, и следующий желающий пил из того же стакана. Такое сложно представить сегодня, особенно во времена пандемии. Но тогда это была норма. И все, кому немного за 30, хорошо помнят эти времена и легендарную газировку, которая за каждым поворотом помогала утолить жажду. Сейчас это уже история, хотя есть исключения из правил. Эта вода, по-прежнему, смачна. По-прежнему, она наша. И подивите, сколько людей. Вот, пожалуйста, уже сколько собралось людей. Всем привет! Всем и вам! Действительно, ажиотаж такой очень серьезный. Давайте я куплю стаканчик воды. Я хочу сравнить. Стаканчик обычный и стаканчик с сиропом. Давайте так. А вот сиропчик наливается. Так, пробуем водичку. Вы знаете, вот как будто бы машина времени меня вернула в детство мое, когда можно было прямо на улице подойти к автомату, скинуть одну копейку и набрать стакан воды просто чистой газированной. А можно было за три копейки купить с сиропом. Потом... По автомату можно дать, и тогда с сиропом пить. А, да, можно было еще хорошенько дать по автомату, да? Ты как, где автомат? Автомата уже нет? Да, не могу. То есть... Ты ждала на утищелье. В прошлом такие автоматы можно было встретить везде. Но когда появилась возможность покупать газировку в ларьках, автоматы и киоски стали потихоньку исчезать за ненадобностью. Их утилизировали. Редкие экземпляры попадали в домашние коллекции или музеи. И только благодаря Ивану Васильевичу и сегодня можно попробовать газировку, созданную точь-в-точь по технологиям прошлого века. А что это за сироп? Это яблочная. Я добиваю яблочную, очень вкусная, кстати. Хочу сказать, что просто действительно волшебный вкус. Но говорят, еще лечебная. У нас вода лековная. Вся вода в карманах. Я так в воду боюсь, что комар носом не присунет. Комар уже нос засунул, как видите. Сегодня у нас очень активный день. Много суеты, все в движении, не было времени сделать фотографии. Сейчас есть небольшой перерыв и очень хочется поделиться с семьей впечатлениями. Я все чаще делаю видео, а не фото, потому что все равно из любого стоп-кадра видео можно быстро и удобно сделать хорошую фотографию, чтобы поделиться впечатлениями со своими близкими. Сейчас отдохнем немного, перекусим и пойдем дальше. Саня, будешь? О, спасибо. Где вы берете эту воду? У нас такая глубокая тернец, это как 6 метров в глубине. Только колодец, да? Ти-ки хренися. А там косо, в районе уже не та вода. Верховенье лучше, да? Самое лучшее. Здесь, в Карпатах, особенные, волшебные, целебные источники. Здесь напротив солнца и какая вода. Вот дайте мне нормальный стакан. Я не хочу пить из этих одноразовых. Вот, друзья. Крустальная вода. Вы знаете, я какую-нибудь воду не продаю. Это без сиропа. Без сиропа мне больше нравится. Она не запаху, не чувствую, но такая прозорая. Она очень вкусная, она очень полезная. Это вода из колодца. Ну, хлопцы, я могу. Высоко в горах. И вот таким необычным способом продается только благодаря настоящему герою. Вот расскажите, пожалуйста, как вам в голову пришла идея сделать такой киоск и возродить эту традицию? Я уже у меня тратил киоск. А откуда вы взяли этот киоск? Это пустой ларок был на почте. А мне вы так дали этот ларок, ну, просто держава дала, знаете. А первый киоск вы когда поставили? В 53-м году. В 53-м году? А я в 54-м году в армии, все сохранил, даже при футболе саги. Я прошу прощения за нескромный вопрос. А сколько вам лет, если вы с 53-го года продаете воду? Больше 60 лет? Мне 85. 85. Выглядите отлично. Дай бог вам жить 185. Вам тоже, блин, даже мои крючки. Иван Васильевич, наверное, самый опытный продавец воды в Украине. У него больше полувека рабочего стажа в этом деле. И он до сих пор ежедневно самостоятельно возит воду из колодца на тележке. Мы пока с вами болтали, тут такая очередь собралась, все хотят воды. У меня к вам предложение. Пустите поработать на вашем месте. Я помогу, сделаю рекламу, буду продавать воду. Мы сегодня наторгуем нормально. И захожу в номер. Пошли. Саня, вот рассмотрим киоск. Видите, почтовый киоск старый. Видно, сохранился. Ну что, Иван Васильевич меняет профессию. Иван Васильевич отдыхает сегодня. Работает Дима, Дмитрий Константинович. Сидать. Так, смотрите, друзья. Первое, что хочу вам показать. Всем, кому за 30, помнят, как можно было помыть стаканы. Ставится стаканчик. Вот, и внутри пошли струйки. Принимайте. Нужно прокручивать. Нужно прокручивать. Да. По старой технологии мою стаканчик. Кстати, придумали автоматы с газировкой в Украине, в Одесском технологическом институте холодильной и пищевой промышленности. Это была курсовая работа студента. Вот он придумал этот автомат. И с Украины эта традиция пошла уже дальше. по всему тогда еще Советскому Союзу и пошла по миру. Видите, это уникальный, раритетный экземпляр, который сохранился с советских времен. Супер просто. А теперь расскажите, как это все работает. Где вода находится? Вода в боку. Сюда я лейку закрываю. А, там бак находится, да? И вы из колодца приносите воду. Вода в воду. Так, что-то упало, упала рюмочка. Это, похоже, тут не воду пили. Это для 50 граммчиков. Тут, видимо, есть тайный бак еще для чего-то, да? Нет? Жалко. Вот у нас цедило. Цедило. Цедило – это чтобы процедить воду, правильно? Да. Я его постирал. Маленькую ступу кластину. Вот, вот так вот, смотрите. Мы с вами видим процесс, как вода попадает в бак. Цедило используют, чтобы профильтровать воду от всего лишнего. То есть, мушка не проскочит. А это уже вода идет с газом, да? Сейчас уже для употребления. Для употребления. А сейчас для метя. Как попадает газ в воду, расскажите. Я вам баллон. Это углекислый газ. И он дает воде вот эту шипучесть. И особенный кайф. Насколько хватает этого баллона? Полтора тонн воды. Сколько в среднем в день приходит клиентов? Сколько в баке воды, литров? 100 литров. Вентиль перекрываем, да? И газируем. Мешаем, так бы масло коварки. Газ смешивается с водой. Давайте я покручу, помогу вам. Аппарат, который газирует воду искусственным способом, по-научному называется сатуратор. Изобрели его в 18 веке, собственно, как и саму газировку. Шипучка настолько пришлась людям по вкусу, что через пару десятков лет немец Якоб Швебб начал производить газировку на продажу, создав знаменитую компанию. Газированная вода стала чрезвычайно популярной. Для удешевления производства воду газировали обычной пищевой содой. Так появилась содовая. А добавив лимонную кислоту, получили лимонад. В конце 19 века настоящий прорыв в истории шипучек совершила всемирно известная американская газировка. А сейчас даже сложно выбрать напиток среди бесконечного разнообразия. Но вода от Ивана Васильевича, судя по ажиотажу, по крайней мере в Верховыне, может составить достойную конкуренцию любому известному напитку. Поэтому пора приступать к работе. А ну давайте, продавайте воду. Можно ваш капелюх? Йой! Йой! По-гутсульски, йоу! Йой! Вот, так что беру одноразовые стаканы, 5 гривен, друзья, 18 центов. Нигде в Европе вы больше не попьете так дешево, такую целебную воду. Но некоторые местные считают ее бесценной. Особенный, беспрецедентный день в Верховыне. Сегодня всем вода бесплатна в этом киоске. Подходите, все желающие. Подходите. Я разливаю. Ты хочешь купить принципиально? Хорошо. Вот наш первый покупатель, он отказывается от бесплатной воды. 5 гривен отдаю хозяину в кассу. Я тебе сиропку давайте 20 грамм. Как отсчитывать 20 грамм? Две рисочки? Две рисочки. Я наливаю воду. Казалось бы, продавать газировку, что может быть проще. Но Дима сразу же допустил ошибку. Вода работает. Прочи воде. А тут раз сироп вы не разбавите, выливайте воду. Куда выливать? Куда. Как так? Это я вылил 2 гривны. Вы что? Это, давайте, чуть-чуть воды. Хоп! Сироп. Сироп. Две рисочки. Одна рисочка. Две рисочки. Четверо. Хоп! Вот, две рисочки. Ай! Очень сладкая будет вода у тебя. Да ладно. Оп! 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 У тебя в руках еще чуть-чуть. Чуть-чуть еще, да? Да. Вот. Первый клиент. Спасибо тебе огромное. Дякую, Широ. Счастья. Так, смачного. А вы обязательно считайте, сколько воды. Я рассчитаю за всю. Ничего. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Считаем. Нет, 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 нет. У меня счетчик включился. Две есть, третья. Очередь из желающих выпить уникальный напиток, созданный по ретро-технологиям, выстроилась просто огромная. Этим кристальным золотом Карпат приятно делиться. Здешняя вода действительно уникальная. Особенно в ручьях высоко в горах. А сами жители Верховыны пьют воду просто из крана. Вода в Карпатах целительна. Не случайно у нас больше ста курортов, знаменитых именно лечебной водой. Трусковец, Сходница, Моршин, Миргород, Свалява и многие другие. Говорят, некоторые из этих вод по свойствам полезнее даже легендарных грузинских или итальянских. А вот чистейшая верховынская вода от Ивана Васильевича, еще и с сиропом, это удовольствие и польза в одном стакане. Поэтому ее так любят и местные, и туристы. Дякую, все хорошо вам. Уважаю здоровья. Дякую. Знаете, на самом деле вот эта вся система с водой, которая газируется и продается в автоматах, стала супер популярной после выхода знаменитого советского фильма «Операция И» или другие приключения Шурика. Там в кадре появился такой красный автомат, где Шурик покупал воду. И этот автомат харьковский. Этот автомат сделан у нас в Украине. И именно он прославил вот такую газировку на весь бывший Союз. Я уже так наловчился, что могу одной рукой это делать. Вот. О, молодец. Хорошо получается? Доброе, файно? Держи. Да. Все получается? Да вообще, вы знаете, мне так понравилось. Я, может быть, останусь тут? Смотрите, насколько она файна, гарна. Здоровья. Дякую. А если я останусь работать тут, сколько зарплата будет? 1020. 1020? Ну, а вот честно, сколько вы продаете тут воды? Вы говорите, что 100 стаканов в день по 5 гривен. Это 500 гривен где-то, да? 500 гривен. Иван Васильевич за десятилетия работы в этом киоске не утратил чувство юмора. Он не просто продает воду и помогает утолить жажду. Его миссия куда важнее. Он дарит людям эмоции, приносит радость. И сам по себе является туристическим магнитом Карпат. Ну и, конечно же, дарит людям здоровье. Каждое утро лично привозя чистейшую родниковую воду. Доброго дня. Доброго здоровья. Как вас звати, пани? Василина. Пани Василина. Какую вам водичку? Скажите мне, вот эта вода, она же действительно волшебная, целительная, полезная, верховинская. Так, так. Папе уже висит. И каждый день пьете воду? Да, пью воду. Вот, видите, пожалуйста, 80 лет. Бодрая, веселая и позитивная женщина. Каждый день пьет верховинскую воду. Поэтому сейчас еще сладенькую, сладенькую, деда. Час работы, и Дмитрий уже сам как автомат по продаже газированной воды. Конечно, классические советские автоматы давно в прошлом, а вот дело Ивана Васильевича живет в Верховине. Он человек-легенда, единственный продавец той самой газировки из прошлого. А его киоск – это настоящий действующий музей под открытым небом. Я хорошо отработал? О, на сто процентов. На сто процентов? Да. Повертаю габарюха? С большим сожалению я отсюда ухожу. Мне здесь очень понравилось, но я хочу еще стаканчик этой воды. Так, чуть-чуть сиропчика. И теперь такой сильный напор, чтобы взбить. Вот. И больше газа появляется. Нормально. И хочу попросить вас со мной по стаканчику пропустить. За вас, за Верховину, за ваше здоровье. Живите до ста, до ста десяти. Продавайте воду, радуйте людей, дарите им счастье. И спасибо огромное. Будьба, хей! Хей, ау! Йоу! По-госульски. Вроде бы шампанское. Она лучше шампанское. Она похожа, да? Уходит эта традиция? Нет больше этого. Вам жалко, что уходит? Твои воскресеньки. Наши дети уже хоть воду пили. Люди там не хочут бутылку брать. Она не репит. Кем? А все стаканчик выпитай уже довольно наполнил. То есть идешь себе по улице, не нужно ни в магазин заходить. Подошел, выпил, пошел дальше. Удобно, хорошо, вкусно и атмосферно. Приезжайте в Верховину, и вы никогда не пожалеете. Уедете здоровеньким, счастливеньким. И не пропустите это место. Сюда тоже обязательно зайдите в гости к Ивану Васильевичу. Не меняйте профессию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok